Завершено следствие по преступлению, выявленному оперативниками Управления экономической безопасностью УМВД России по Ивановской области. Полицейские специалисты Следственного комитета задокументировали факт мошенничества, совершенного по сути профессиональными правоведами. Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД региона по подозрению в покушение на мошенничество, Совершенные группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере и фальсификации доказательств по гражданскому делу были задержаны 44-летний адвокат и его 52-летний сообщник. Фигуранты были переданы оперативниками в следственном управлении Следственного комитета Ивановской области. Покушение на мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц, фальсификация доказательств по судебному гражданскому делу. Все эти грехи вменяют следственные органы двум фигурантам необычного уголовного дела. А предыстория этого расследования такова. В ходе оперативно-рыскных и следственных мероприятий было установлено, что обвиняемый узнал от знакомой адвоката, что ее 78-летняя дверительница получила в дар от дочери два дорогостоящих автомобиля. Кроме того, она также могла получить часть наследства после смерти своего зятя на общую сумму около 13 миллионов рублей. Суть аферы, в которой предстоит разобраться суду, такова. Обвиняемые в покушении на мошенничество правоведа изготовили подложные документы. 13 миллионов рублей такую сумму якобы задолжала пенсионерка согласно изготовленному фигурантами фальшивому договору займа. Согласно данным документам, потерпевшая якобы взяла займы денежные средства в сумме 13 миллионов рублей у 52-летнего обвиняемого, который имел давние приятельские отношения с умершим зятем женщины. Затем злоумышленники обратились в суд с иском о взыскании с женщины суммы займа и процентов за пользование чужими денежными средствами на общую сумму более 17 миллионов рублей. Фигуранты предоставили в качестве доказательств подложные документы. Но довести преступление до конца у них не получилось. Было достоверно установлено, что договор займа потерпевшая не заключала. Он изготовлен путем монтажа, а ее подписи получены обманным путем. Факт подделки документов был выявлен в ходе судебного разбирательства о взыскании несуществующего долга. Было достоверно установлено, что договор займа потерпевшей не заключала. Ее подписи получены обманным путем, а договор займа изготовлен путем монтажа. Таким образом, преступление не было доведено до конца по обстоятельствам, независящим от обвиняемых.